Известно, что вырастить саженец голубой ели – дело кропотливое и хлопотное. Но не случайно именно в детском саду пчелка есть такая традиция. Каждый выпуск оставляет на память о себе, на зеленой лужайке очередной саженец ели. Здесь он точно вырастет в большое и красивое дерево. Как освещенные светом солнечной любви и заботы вырастают здесь эти солнечные дети. Слабовидящие, не умеющие ходить, говорить. Они в этом детском саду обретают самостоятельность и уверенность в себе. Как четырехлетний Максим, например, бабушка которого не может без слез говорить о счастливых переменах. Пользуясь случаем, хочу большое спасибо сказать педагогам. Потому что с нашими детьми нужно очень-очень много терпения. Мы ходим с Максимом уже второй год. Мальчик не умел говорить. Он плохо все понимал. Сейчас он знает все – и фрукты, и овощи. Начинает говорить слога. И все это благодаря терпению педагогов, которые работают в нашем садике. Максим, конечно, обнимает и бабушку, и всех, кто дарит ему общение, помогает постигать этот мир. Он не хочет уходить из музыкального зала и бежит на площадку к детям. Хотя этот детский сад предусматривает для таких ребят возможность временного пребывания. Он желает быть как все. И ему это удается благодаря уникальным разработкам Светланы Касимовой и ее коллектива. Мы не можем отделить деток с ограниченными возможностями здоровья и детки, у кого норма интеллект, развести их по разным группам. Они у нас должны воспитываться, развиваться и расти только все вместе. И это ведь еще неизвестно, кому больше повезло – детям с ограниченными возможностями здоровья. Или той ребятни, что учится помогать своим сверстникам радоваться жизни. Со всей страны едут к Светлане Валентиновне за опытом, который кроется в простом и вечном. Щедро дари любовь. Ее инновационные проекты по реабилитации и социализации детей-инвалидов получают гранты. На эти деньги заведующая детским садом смело приобретает новое оборудование. Большая делегация высоких гостей в этом году удивлялась и тренажером, и мобильной мебели, и результатом. А планов у Касимовой не становится меньше. Мы очень рады, что за счет этой программы у нас есть возможность приобрести еще очень-таки хорошее, уникальное оборудование для такой категории детей. Это и вертикализаторы, и реабилитационные стульчики, где ребенок может свободно сидеть зафиксированно и заниматься вместе со всеми детками. Это и трехколесные велосипеды, которые тоже предназначены для детей с диагнозом ДЦП, и которые также могут вместе с обычными детками по территории, территория у нас большая, просторная, у нее есть такая возможность, могут кататься вместе со всеми на этих велосипедах. Мама Маечки Зиганшиной, заметив первые результаты у ребенка, пришла сюда работать. Походка изменилась, рука лучше стала развиваться, так как диагноз правостороннее ДЦП, это все сковано и становится все более, ну, лучше и лучше. И умственно, конечно, это занятие с логопедами, с психологами, это очень важно для наших детей, и очень удобно, что все в одном заведении, не надо никуда ехать, все здесь получаем. Родители воспитанников этого детского сада целый день несли сегодня своим ангелом-хранителем цветы, поздравляя коллектив с Днем работника дошкольного образования. Это были самые искренние поздравления. Ну и сам коллектив решительно был настроен говорить слова признания и благодарности своему руководителю. На камеру без слез это сделать было трудно. Поэтому от имени всего города говорим вам спасибо и желаем здоровья, верим вам и любим вас. Ведь в этой профессии трудно быть человеком случайным.